В этой студии вместе с экспертами мы обсуждали его поступок, а сегодня он сможет прокомментировать его нам лично. Здравствуйте, это программа «Вечер на седьмом». Меня зовут Анна Грынев, и у нас в гостях Михаил Саакашвили. Здравствуйте. Добрый вечер. Немножко изменили формат программы «Вечер на седьмом», потому что вопросов к вам много, ну и желающих задать вопрос тоже очень много. Это наши журналисты, и не только. Сегодня они начнут задавать вам вопросы. Ну супер. Перед тем, как я передам им микрофон, я бы хотела обратиться к нашим телезрителям. В социальных сетях, на сайте «Седьмого канала» вы можете также оставить эти вопросы, я обязательно их зачитаю и также задам Михаилу Саакашвили. Первый вопрос попрошу задать Игорю Хмурову. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Такой вот вопрос. С самого момента вашего назначения на данную должность ваши враги начали говорить, завтра Саакашвили уедет, завтра Саакашвили уедет. Поэтому, когда вы в понедельник, в начале рабочей недели сделали такое заявление, это было действительно полной неожиданностью для меня, для всех коллег, да и, наверное, для всех одесситов. Скажите, что стало последней каплей о вашей вражде с разными структурами, местными и центральными, мы, в принципе, знали давно. Что вот последней точкой, почему именно в понедельник вы решили сделать такое заявление? Ну, шесть месяцев тому назад, ну, где-то в апреле месяце, я уже собирался уходить в отставку, об этом знал президент Порошенко, и он тогда пригласил меня сначала по телефону, попросил не делать такого заявления, потом пригласил меня в Киев. Я обещал всякую кучу вещей, что они должны были сделать для Одесской области, для того, чтобы у меня было ощущение, что что-то движется тут. И поэтому, после такого раздумия, и после того, как, ну, об этом знали и другие на штатах, и главы районных администраций, я не хотел бы, чтобы у них было мнение такое, что у них был шанс, и я им не дал этот шанс, что что-то реализовать. Поэтому я остался, эти обещания, 90% так и остались обещаниями, хотя я хочу сказать, что я попросил тогда президента сделать это и перед телекамерами, что он сделал, и что, и ничего. Поэтому я когда последней, ну, последней каплей стало то, что, ну, в масштабах страны были другие факты, внутри Одессы это то, что у меня сняли двух заместителей по закону 6 месяцев тому назад, если 7 месяцев тому назад даже, и не назначали последние 6 месяцев с лишним трех из четырех заместителей. То есть у меня практически не было инструментов, как работать. И когда группа организаций общественных Одессы обратилась в администрацию президента под открытым письмом, что не саботируйте это, пожалуйста, ответ был их совершенно умопомрачительный. Они им позвонили, есть такая организация Атошников, тут им, наверное, другим звонили, я просто ответил, и сказали, не мешайте нам воспитывать Саакашвили. Когда я слышал, что, оказывается, через мое воспитание они саботируют всю работу в Одесской области, ну, естественно, это был последний сигнал. Я еще три раза на прошлой неделе встречался с президентом, и, к сожалению, это была неделя, когда он подписал закон, несмотря на то, что я его просил не подписываться, и по которому практически закрыл Центр обслуживания граждан, не назначали этих заместителей, были много других факторов, где они нам, ну, прямо, скажем, ставили палки-колеса. И было фактором то, что Труханов так обнаглел, что разрушил дачу Докса, и на это была нулевая реакция Кива Володь, нулевая. Это означало, что они просто потеряют руки и получают удовольствие. Ну, сколько можно делать хорошую мину при плохой игре? Я думал, что я подвел бы одесситов, жителей области, если бы я продолжал играть в такие же пятки. Спасибо вам большое. Вопрос от заместителя главного редактора Татьяны Милимко. А я напомню нашим телезрителям, что вы также можете написать свои вопросы в социальных сетях, мы их зачитаем обязательно. Рада приветствовать вас также в нашей студии. Михаил Николозович, вопрос, который интересует одесситов. Мы мониторили и интернет с издания, и просто сети социальные. Что будет с командой? Вы ведь приехали в Украину не самостоятельно. У вас появились здесь союзники, у вас образовалась своя команда. Естественно, интересует, что будет с ним. Я вчера собрал главу районных администраций, я сказал, что я никого не призываю уходить, что впереди зима, отопительный сезон. Я знаю, что у них обязательство перед жителями своих районов. Одновременно я их предупредил, что, конечно, их будут сбивать еще гораздо большим остервением, чем до сих пор. Их и так все время выдавливали оттуда, так что сказал, что пусть каждый для себя решит. Несколько из них сказали, что мы хотим уходить. Ну, это их решение. Остальные пока думают. Но я думаю, что сейчас начнется охота на них, это однозначно так будет. И уже продаются эти места. Например, в Тарутинском районе уже там старый коррупционер там уже получил гарантию, что он получит это место. Так было еще в нескольких районах. Раньше места на главу районных администраций, администрации президента, когда они продавались, продавались за 200 тысяч долларов. Ну, последние полтора года точно не продавались, потому что мы тут по конкурсу их провели. А сейчас говорят и видно, что подбирают явно не по деловым и по критериям честности. А когда не подбирают по деловым критериям, то подбирают по другим критериям. А другие критерии – это обычно взятка. Поэтому ситуация такая. Естественно, это есть 26 мест на продажу сейчас. Какого черта они будут бесплатно их там держать старых? Ну, может быть, кто-то и продержится, но посмотрим. Плюс есть много молодых сотрудников, которые с нами работают. Ну, знаете, какая ситуация? Сегодня уже… Они же тоже под перерывом. Сегодня уже там этот Голубев со своей машиной, катафалкой вырядил штаб передо, да? И целый день там они выслушивали достаточно безвкусно записанную грузинскую музыку. И там шашлыки всем давали. Поэтому, ну, в таких условиях работать будет трудно, конечно, с этим людям. И мне там все, меня не напугать этим. Но это молодые люди, посмотрим. Хотелось бы добавить к вопросу Татьяны по поводу Юлии Марушевской. Потому что она заявила, что если такая ситуация в области будет продолжаться, то она, скорее всего, тоже покинет свой дом. Ну, не может в одном учреждении работать Насирова Юлия Марушевская. Ну, каким образом? Это как красавица-чудовище. Это не внешне, хотя внешне, наверное, тоже так. Но это просто чисто суть этих двух людей. Спасибо. Руководитель проекта Нормальный Вячеслав Касим. Вы постоянно говорите о борьбе с коррупцией. Очевидно, это станет одной из основных тем вашей работы вот сейчас в новом витке участия в политической жизни Украины. Но, как показали ей декларации, у нас практически коррумпирована почти вся элита. Когда у людей миллионы долларов лежат дома под подушкой, это, ну, как бы, это ворованные грязные деньги. И если реально бороться с коррупцией, их всех пересажать, фактически некому станет работать, и вся система остановится. Вы этого добиваетесь? Ну, это такое дело. Знаете, во-первых, хочу сказать, что то, что они задекларировали столько денег, в том числе, на личности, это не означает, что они просто коррумпированы. Это то, что коррумпированы, так все знают. Это означает, что они при этом очень обнаглели. И об этом пишут и заявляют. Это раз. Они коррумпированы плюс меганаглые. Просто взорвавшиеся на халы просто вот так. Во-вторых, хочу сказать, что, что, значит, некому будет работать. Их срочно надо гнать для того, чтобы в прошлой стране пошла работа. Главная проблема у нас, равных проблем у нас два. Это пардак и это коррупция. Потом уже все остальные проблемы производные. Это бездорожье, это плохие коммунальные службы, это плохие государственные всякие услуги, маленькие зарплаты, маленькие пенсии, плохое качество здравоохранения, плохие условия в сфере образования и так далее. Это все производные из этих двух вещей. Пардак и коррупция. Поэтому, что, надо их всех понять, политические элиты и Украины, чтобы понимали, дышит наладо. Они сейчас активистами, они говорят, вот как ты видишь, у них много денег, у них очень мощно. Да, это не совсем так. У них сейчас меньше денег, чем было при Януковиче. У них реально, скажем, гораздо меньше госпредприятий, реально гораздо меньше можно там украсить, потому что все, что можно было, уже разокрали. Часть Донбасса находится под оккупацией, поэтому тоже как бы дохода меньше. Российский газ, от которого они кальмились, уже сюда не поступает. И у них нет политических уже составляющих. Ну, кто их спикеры? Посмотрите, на что они похожи. Кто это за люди? Как они могут вообще о чем-то говорить? Поэтому, реально, эта старая так называемая элита, на самом деле, отбросы общества, которые захватили власть, они настолько слабы сейчас, что просто, когда говорят, о, Новый Майдан, но не нужно Новый Майдан, нам просто надо людям встать, собраться и их просто отодвинуть. Вот так вот отодвинуть. И это очень легко будет сделано, вот вы видите. Поэтому я не склонен был травматизировать. Вот они такие сяки, они вас задавят, они там ботов на вас напустят, они там будут обливать вас грязь, и что? И что сейчас в Америке, вот сейчас идет оба кандидата, мои друзья и Хиллари Трамп, но надо сказать, что Хиллари имела это преимущество, что, в принципе, вся пресса была на ее стороне. Они, Трампу, про Трампа, и так, и сяк, и сейчас они на очень равных. Я очень не удивлюсь, если и Трамп победит. И поэтому не работают эти все технологии. Можно обливать даже в такой стране, как Америка, где мощнейшие информационные технологии. Сколько плохого черного пьера не делай. На самом деле, ваш канал не потому, что я здесь, и потому я и здесь, что наиболее, может быть, объективный, но в Одессе был канал здоровья, который только был куплен, и серьезно на него деньги вложили только потому, чтобы говорить про меня. Ну, что значит, если канал называется здоровье, в принципе, бабушки должны на него настраиваться, чтобы посмотреть, как правильно давление измерить, как там это самое, что принимать от изжоги и так далее. Вместо этого они показывали передачи, о которых может и давление подняться, и изжога, и факты, боже упаси, но получить. Называется здоровье. Ну, куда больше цинизма. Ну, они обливали меня, обливали, обливали. Сегодня хотели тушек собрать. Я встречался с активистами. Еле пришли там несколько работников горсовета. Нету этих, нет. Бегали эти автобусы, не собирают они людей. Ну, не проходят эти штучки. Ну, да, знаете, вот все равно люди стали намного умнее. Поэтому в этом смысле вот эта коррумпированная элита, про которую вы говорите, они, народ их подвинет. Вот увидите. Алена Мальцева, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. От редакции международных новостей, раз уж мы заговорили о выборах президента США, хотелось бы спросить, если уже говорить о вашей всеукраинской политической карьере, а никто не сомневается, что вы останетесь в украинской политике, с кем бы вы предпочли работать все-таки? С Хилари Клинтон или с Дональдом Трампом? И почему? Интересно, ваше мнение. Ну, я хочу мою историю с ним. Во-первых, действительно, я как-то ушел в отставку очень... ну, неправильное время, чисто политическое, потому что завтра выборы, сегодня выборы, завтра все забудут и про Саакашу, и вообще про всех. Это потому что, ну, большое событие. Но на самом деле, на самом деле, ситуация такая, что Хилари Клинтон представляла меня на Нобелевскую премию мира в 2005 году, когда она была сенатором. Она неоднократно приезжала в Грузию, и это были особые встречи, потому что она ездила со мной по городам, мы с ней там... Например, она читала по всему миру, ездила, читала лекцию. Она в Израиле и в Греции прочитала лекцию про грузинские дома и юстиции. Это грузинские церкви обслуживающие граждане. Это ее так поразило, что она рекламировала этот опыт по всему миру. Это первое. Второе, это... И поэтому у меня с ней очень теплое отношение. Ее мужа я очень хорошо знаю. В свое время, когда мой сын... Ну, его приняли там несколько ведущих университетов мира в Америке, и он... Но Билл Клинтон... Мы были вместе обедали, вместе с моим сыном, и он, мой сын, выбрал университет согласно совету Билл Клинтона. Он меня не слушался, и Билл Клинтон посоветовал как раз наоборот, от того, что я ему советовал, и он сказал, видишь, вот кого послушать? Мне тебя или его, конечно, его. Так что у меня такие отношения. А Дональд Трамп, он назвал меня в эфире, по-моему, так он никого не назвал из политиков, самым выдающимся мировым лидером, или одним из самых выдающихся мировых лидеров. Он склонен к преувеличениям, конечно. Он приезжал в Грузию, мы с ними ездили на море. Мы с ними до шести утра бывали, например, в ночном клубе в Твилиси, и в Нью-Йорке не раз ходили вместе, в том числе там всякие такие интересные места. Значит, и он... Но он очень конкретный, конкретный тип, очень конкретный. Например, когда он был в Батуми, он мне говорил, ему понравились подсветники от Пальм. На нашем новом бульваре, потом, когда я приехал там, ну, когда я стал президентом, бульвар был километр, когда я закончил свое президентство, он был почти 19 километров, или 14 километров, уже не помню. И, ну, и были новые подсветники под Пальм. Он говорит, мне очень интересны эти подсветники. Какой фирме вы заказали, потому что мне нужны такие же на своем курорте Фафлориде. Потому что он в Грузии тоже строил этот большой Трамтау. Я достал прямо из земли, говорю, на, забирай. Я договорюсь, в Батумском мире, это он твой. И он увез. И через три месяца точно такие же поставил в Фафлориде. То есть очень конкретно тебе что-то. Я хочу сказать, как я вообще с ним познакомился. Я с ним познакомился в 1994 году. Он был... Он был... Значит... И он владел зданием, куда перешла наша юридическая фирма, где я начинал как начинающий юрист в Нью-Йорке. И он тогда встретился мне в лифте. И я ему пожаловалась на отсутствие там... Душевых и так далее, ручей. И он моментально все распорядился. И там... Ну, это первый раз я это увидел. Второй раз я уже увидел, уже будучи президентом, когда он к нам приезжал, когда он меня приглашал. Когда я закончил свой президентский срок, он мне позвонил. Ну, хотел... Пригласил к себе. И он сказал, вот видишь, твои друзья президенты, наверное, тебе больше не звонят. Так как ты больше не президент. А я тебе звоню. А буду президентом Америки, опять тебе позвоню, опять приглашу. То есть он очень конкретный, очень не глупый человек. Но... Что касается наших интересов, ну, он абсолютно непредсказуем. Абсолютно непредсказуем. И, конечно, в нашей сложной ситуации непредсказуемость, она не очень хорошая вещь. Поэтому... Хиллари, хотя мы точно знаем, что бы мы получили. И это... И там она поддерживает Украину. Она сейчас, кстати, когда была... Когда Порошенко был в Нью-Йорке, она мне пламенный привет через него передавала. И... И... Да, ну... Она... Феноменальная память. Никаких иллюзий насчет Путина. Вообще никаких. Она просто очень злая сейчас на Путина, потому что Путин реально пытается сбить ее с избирателя компании. Я не думаю, что Трамп сразу же в обяде кого-то пойдет. Трамп никогда не потерпит, чтобы ему диктовали. Но еще раз говорю, он непредсказуем. Я, будучи... Он меня называл другом, я его много раз с ним встречался, я не могу его предсказать. Поэтому лучше всегда, конечно, быть на более предсказуемых факторах. Но мы получим то, что получим. Сколько бы мы сейчас не гадали, и ситуация такая, что большинство людей, например, есть... Я сейчас был на встрече с Калифорнией, с украинской диаспорой, и я спросил, сколько из-за череда вас одесситов, 70% рук это одессит. Ну, потому что кто туда приходит на встречу с десторией? Более успешные люди. Это бизнесмены, у которых уже белки, средний бизнес, у которых и крупные, некоторые крупные. Кто это? Вы талантливые у всех. Кто одессит? И они все голосуют за Трампа. Их не пугает его отношение к женщинам, их не пугает его отношение к меньшинству. Им, наоборот, импонирует, что он говорит, что никого не запускать в Америку, потому что их-то уже пустили, с чего уже другим туда лезть. Поэтому и эти люди, у них своя мотивация. Вот Трамп разовет, Трамп построит, у них своя мотивация. Они уже не смотрят на эти вещи через призму Украины. Они считают, что для них он ближе. Поэтому у всех есть аргументы, ситуация сейчас какая. По опросам Хилари чуть-чуть опережала. Проблема в чем? У Хилари есть избиратели, которые я не уверен, что все придут на избирательные участки. Это меньшинство. Это люди, которые... Ну, в основном, конечно, это испанники, чернокожие американцы и так далее. И это женский электорат, который, в принципе, активен. Но вот эти первые две категории, испаноязычные и афроамериканцы, они обычно меньше приходят на выборы, чем электорат, который больше поддерживает Трампа. Поэтому, несмотря на то, что она опережает его по опросам, надо просто учитывать, что часть, во-первых, часть электората Трампа вообще не верит опросникам, они им не говорят правду. Вот можно их опросить, а они вам не скажут правду. Но они пойдут за него голосовать. Поэтому сейчас очень-очень-очень непредсказуемая ситуация. И в случае выбора Трампа очень-очень непредсказуема внешняя политика. Вот даже длинный ответ, но конкретно. Спасибо. Продолжаем программу вечера на седьмом в расширенном формате. Свой вопрос уже подготовил Сергей Брачок. Вітаю вас, пане Саакашвили, в нашей студии. Продолжение международной темы, конечно, я сейчас мог бы запитать Дональда Трампа или пани Гиллерии Клинтон про то, что готовы они сповпрацовать с украинским политиком Михаилом Саакашвили. Их нет, на жаль, в этой студии у них выборы. Пробачим. Это, если честно, так. Поэтому запитание будет такого плану. С кем за эту добу, после своей гучной заявки, вы с украинских политиками уже встречались? Кто вас будет поддерживать? На каких каналах вы будете выступать? После таких гучных информационных приводов, которые вы создали протягом всего этого времени? И немного отъедемо от політики. Минулого года, Новый год, вы встречали на фронте. Чи будете изменять традицию? Чи нет? Ну, во-первых, меня вряд ли на фронте кто-то сейчас допустит. Даже когда я в январе был на фронте, это вывалили, вывалили командира 28-й бригады за то, что они меня там принимают, что вы знали. Я много сегодня на встрече рассказывал, о которых раньше я не рассказывал. И вызывали там все начальство к полтораку, устроили им разнос. Ну, а что? Я что виноват, что другие полиции, что эти генералы сами не ездят на эту передовую линию? Что я могу сделать? А как аргументировали о увольнении? Мне как раз никак не аргументировали. Но им сказали, что это за безобразие. А Крешёль себя ведет как верховный главнокомандующий, бегает по фронтам, ему дают честь. И что это за безобразие? Он всего лишь губернатор. А он себя воображает к командующим. Я, конечно, не воображаю себя никаким верховным главнокомандующим. И мы поехали туда поддержать. Мы привезли всяких там вещей от волонтеров. Ну, элементарных. Там у них не было рации. Там большинство постов не было оснащено рациями, когда другая сторона оснащена всем. И мы привезли к продукту, естественно, всяких и так далее. Поэтому это раз. Во-вторых, я ни с кем из политиков не общался. И более того, я не собираюсь особенно с политиками общаться. Мне... Украинские политики, политику, вы правильно сказали, еще другое зло, по-анаптикум, или как-то... Вот это есть. На самом деле, качество... информационные поводы не нужны. Информационные поводы есть в жизни, которая гораздо более интересна, чем в любой повод. И мы будем на эти темы, которые людей интересуют, говорить. Я буду говорить. Кстати, когда говорится о Трампе, чем интересен Трамп? Трамп нашел много таких тем, о которых никто никогда не говорил в Америке. И это не то, что он про женщин плохо отзывался. Как раз про это, к сожалению, многие говорили. Он нашел много социальных тем, много социальных ниш, много животрепещущих вопросов, которые обычно эти все политтехнологи никогда не замечали, и они не советовали такое существующие лица их замечать. А он нашел. И за это за ним пошли. А не потому, что он просто шоумен. Он реально говорил о настоящих вещах. И нам надо говорить о настоящих вещах. Нам надо говорить о этих вещах. И что говорят, что кто-то будет нас ощущать. Конечно, ну, знаете, я привык к тому, что на больших каналах меня все равно не ощущали. Ну, и потом я поехал и ездил куда-нибудь, там, допустим, Буковелье с Семевой ездил в январе. И там, например, повар маленького пансиона, где мы останавливались, такой маленький, несколько деревянных коттеджей состоит, она мне рассказала все, что я говорил на Фейсбуке или там по маленьким каналам за последние, до этого, два месяца, три месяца. То есть информация все равно распространяется, невозможно прикрыть. И каждый раз, когда, знаете, что было при первом Майдане? В 2003 году Кучма, там было, что не было каналов, и, значит, маленький, пятый канал вдруг стал очень большим. и он был реально затяжен. В этот раз пятый канал не был так активен, но был маленький, был маленький, был маленький канал Эспресс, второй маленький, особо громадский, и он стал очень большим. И громадский, как маленький родник, который превращает в большую реку, которая делает большое наладение. И потом он опять стал родником. Сейчас его опять никто не смотрит. То есть, если люди хотят получать информацию, Всегда она найдет В Украине выход И поэтому меня всегда забавляют Когда все говорят Давай купим еще этот канал И только нас будут показывать Януковича всех хвалили И что помогло это ему Поэтому можно для своего удовольствия Покупать каналы и на них сидеть А можно просто иметь открытую дискуссию Открытую трибуну И то же самое, допустим, в Одессе По-моему, до 30 каналов И почему смотрят, например У вас больше, чем канал здоровья И много других, но здоровье Это как бы с моим здоровьем тоже связано чуть-чуть И, значит, потому что Нет однобокости Как только ты просто занимаешь одну позицию Все, тебя перестают смотреть И нельзя долго продавать одну и ту же позицию Нельзя долго прислуживать только одним интересом Это невозможно Поэтому вот и вся история Если у вас есть вопрос к Михаилу Саакашвили Пишите нам в социальных сетях Свой вопрос уже подготовила Елена Крылатова Ведущая итогов Михаил Николаевич, здравствуйте Хотелось бы спросить Ваш переход к жесткой оппозиции Власти в Грузии Привел к революции РОС К чему это может сейчас привести на Украине? Запустятся ли, как вы думаете, какие-то процессы? И какие у вас личные амбиции? К смене политической элиты это проведет однозначно Я приведу или мой приход приведет Или все равно это произойдет Но это произойдет, это раз Во-вторых, я всегда говорил У меня нет Мне президент Порошенко Открыто, не намекаем просто Открыто предлагал, например Позицию премьер-министра Или там лидера его партии Или там многих других вещей Посты, кабинет Для меня не было целей Был бы я сейчас премьер-министра Допустим, проверил бы он меня через полага И что? Я должен был бегать и упрашивать Какого-нибудь Гончаренко Подголосовать мой закон? Таких Гончаренко там штук с 400 И, конечно, они не голосовали Если бы мы что-то не отстегнули А так не бывает То есть это был бы не премьер-министра Обычный фасад Для черта не отчего Естественно, я не был готов На такие права в игре Я предлагал президенту Сделать досрочные выборы И готов был быть активной частью Какой-то обновленной команды Они не сделали досрочных выборов Они сделали договорня Поэтому я считаю, что Все равно в Украине должны быть выборы Все равно должны быть абсолютно новые люди В основном это должна быть молодежь Все равно есть хорошие люди Во всех возрастных категориях И я с удовольствием был бы Играющим тренером такой команды Которая еще там может Хорошие финты делать Голы забивать Но есть много энергичных Хороших там футболистов Которые готовы Играть все два тайма И добиваться результата Вот и все Есть вопросы социальной сети Андрей Скрупский спрашивает у вас Слышали ли вы о ресурсоориентированной экономике Если да, то что думаете на этот счет? Я когда-то о ресурсоориентирован Если он объяснил Было бы лучше Потому что я Я знаю, что Если говорить о природных ресурсах Это не только слышали Это есть вот теперешняя Россия Которая Путин был успешным Потому что он был Нефть пошла вверх А у него там А он сейчас вынужден Каждый месяц новую войну начинать Потому что Чем-то надо развлекаться Россия У которого упала Упали жизненные стандарты Из-за того, что нефть пошла вниз Ну, это старое Природные ресурсы Одно ресурсоориентированной экономики Я с удовольствием Я с ним пришел Я послушал, что это такое Я слышал, конечно, про этот термин Но хорошо было Объяснил Поле детально Спасибо вам большое Вопрос от нашего журналиста И вашего земляка Сергея Бандера Сразу всем понятно В Одессе, кстати, 40 тысяч живет Грузин живет в Одесской области Но, несмотря на мое здесь пребывание Такие люди не объявили Мы грузинским государственным языком Одесской области Ну, это, в принципе, не понадобилось Вас простые украинцы замечательно понимают Мы это видели на антикоррупционных форумах Которые проходили по всей Украине Мне довелось с вами покататься Я видел, как люди реагируют Вы находили единомышленников Как на Западной Украине Так и в прифронтовом Северодонецке Эта поддержка действительно всеукраинская Планируете ли вы дальше развивать Эту антикоррупционную институт Какую-то политическую силу? Я обожаю Действительно Можно сказать, что это кататься Или не кататься Но Любишь кататься И сани умею То есть Умел люби возить И придется Большую организационную работу провести Чтобы действительно Проехать по Украине И Естественно Мы должны собирать Очень широкий фронт Очень широкую коалицию Новых людей Новых людей Новых, незапятанных Патриотичных Готовых на На большие изменения Это раз Во-вторых Что касается Партии или не партии Все зависит от того Что Выборы или не выборы Я объявлю об этом В любом случае Где-то пятницу Пятницу я объявлю О своих политических планах Не потому, что я их скрываю Просто Завтра утром Сначала завтра утром Я иду в Киев Сегодня была смешная история Президент сказал Вчера президент сказал Я не могу уволить Пока Кабмин не согласует А Кабмин сказал Причем тут вы Это Министерство президента Не, а Министерство президента Это первое Второе Я потом начну Завтра Не с политикой В основном Но с обычными людьми С экспертами С неправительственными организациями С аточниками Просто Консультации Начну Что мне делать И пятницу После этих консультаций Мы объявим Что нам Вместе Все равно Завтра-после-завтра После американского выбора Все будут в глубоком Или в шоке Или в чем-то Более приятном Кто будет думать Про что Что собирать С себя конечно Думать Это до этого Никому не будет дела Поэтому Будем Пятницу Когда все оправятся От первого шока От американских выборов Мы им расскажем Как насчет Следующих Украинских выборов И как к ним готовиться Вы что Точнее В Одессе будете объявлять Или в Киеве Нет Я в Киеве Улетаю Потому что Но Если говорить честно Я бы сказал Сегодня Нашим активистам Всегда честно Но если Так выражение Просто Что Моя цель Я уезжаю Из Одессы Для того Чтобы Вернуться Через какое-то время В какой-то форме В Одессе И через какое-то время Я думаю В будущем году Когда мы Серьезно поменяем Ситуацию Киеву И начать Большое развитие Одессы Потому что Я считаю Что Украина Только разовется Если Одесса Будет в авангарде Это Одесса Должна Если Украина Правильно Будет развиваться Быть локомотивом Развития Украины Твижения Вперед Однозначно А в качестве Кого хотите Вернуться В Одессу Ну В качестве Патриота Одессы Мы должны Поменять Ситуацию В Киеве В качестве Каким рычагами Будем менять Ситуацию В Одессе Это будет Зависит от того Как мы Поменяем Ситуацию В Украине Я считаю Что В 21 веке Украины Должны двигаться Вообще Мир развивается Несколько вещей Брендом Сельским хозяйством Туризмом Логистика Все Что Концентрировано В Одесской области В Одессе Нигде В другой области Украины Такого скопления Вот этих Всех вещей Нет И это означает Что Одесса И есть Украина Шанс Украины В 21 веке И поэтому Мы должны Поменять Киев Киев Должен позволить Одессе Развиться Одесса Будет развиваться А потом Уже потянет За собой Остальную Украину И я Хочу Частью Этого Быть Потому что Это первое Во-вторых Я хочу Спасти Одесское Здание В конце Концов Быстро Надо Менять Власть Украине Ситуацию Иначе У нас Будет Проблема Что эти Здания Просто Трухановых Съезд Я сюда Приехал По французскому Бульвару И практически Каждая Дача Внутри Которые Стоят Уже На них Зуб Положил Какой-нибудь Чиновник Мели Который Связан С Их Компаниями Потому что У них Свои Компании Которые Они Дают Привилегии Мы Это Прекрасно Знаем Но Их Через Код Полтора Не Будет Однозначно И Поэтому Надо Быстро Менять Ситуацию Украины Чтобы Спасти Товчатый Одессу У меня Есть Много Стимула Почему Мы Должны Поменять Ситуацию Украине И без Ситуации Изменять Ситуацию Киев Здесь Сколько Не кричи Сколько Не бегай Ну Там Решается Олег Шапаренко Написал Нам В фейсбуке Два Вопроса Зачитаю По очереди В Украине Зачастую После Ухода Чиновников В отставку Против них Возбуждают Уголовное Дело Не ожидаете Обязательно Возбудят Ну Да И что И что Значит Тут Ситуация Такая Что Мы должны Понимать Что Главный Субъект Все равно Народ Украины Народ Украины Так Поднаториал В этих Вопросах Прекрасно Отличать Настоящие Дела От фальшивых И естественно К сожалению Практически Все власти За последние 25 лет Допускали Одну и Тоже В ошибку Они Возбуждали Уголовные Дела Против своих Политических Почти Никогда Это Ни к чему Хорошему Не приводило Во-первых Не приводило К результатам Во-вторых В конце концов Когда Янукович Польше всего В этом Приуспел Посадил Своих Оппонентов Он не Продержался Так что Ну Мне на самом деле Мне кто-то сказал Вот Тебя могут Выслать в Грузию Меня спросил Очень симпатичный Журналист К этому Каналу Ты не боишься Что тебя Вот Президент Порошенко Может выслать в Грузию Ну Я на это ответил Что Грузия у меня Где-то 600 тысяч Активных Сторонников Если меня Вышлют в Грузию По фальшивым уголовным делам Которые Меня возбудили За растрату Деньги Куплю Четырех Костюмов Я ничего не преувеличиваю За это возбуждение Дела Я не знаю Или по каналу Здоровье Это рассказывают Значит Я бы сказал Да Теоретически Я не могу Вот меня Выслать Из Грузии Просто через 3 дня Меня народ выпустит Из тюрьмы А еще через день Я буду в Киеве И поэтому Это не будет выглядеть Очень Не будет Хорошей перспективы Делать для тех Кто решит Меня туда Выслать Я таких вещей Не боюсь Когда ты прав Ты прав И когда я знаю Что я прав Я докажу Свои права Вот и все И второй вопрос Будут ли вскоре Парламентские выборы В Украине И что может К ним привести А сколько времени А вы считаете Что например Есть например Такой типаж Хомутыник Похож на крысу Я недавно Его первый раз Видел по телевизору Ну такой Крысоватый Типаж Никогда Пламенных речей Не произносил Никогда умных Предложений не делал Никогда Каких западных Проектов Не уносил Но Он Контролирует Сейчас Судьбу Коалиции Парламента Потому что он держит Тех 23 голоса От которых зависит Будет ли Украине Правительство Или будет Досрочный выбор Так вот За это он покупает Самолеты Яхты У него сотни и сотни Миллионов долларов И Еще Мы готовы Еще 3 года терпеть Чтобы Хомутыник Запролел Верховные Рады Украины Один из нескольких Запролел Готовы или нет Я думаю Что люди Однозначно Скажут что нет Если нет То должны быть Досрочные выборы Если будут Досрочные выборы Практически я уверен Что 90% Старого электората Просто погонят Погонят И будет Будет Вот ситуация Такая Которая у нас Создала То есть У нас будет Реальное обновление После второго Майдана К сожалению Не было обновления Опять старые Взяли все в свои руки Поэтому Ситуация Какая разница Для людей Фамилии поменяются А для них Ситуация Ухудшилась А в Одессе Даже фамилии Не поменялись Одессе Поменяли Фамилии Поменяли Цвета Некоторые А некоторые Не поменяли Просто под другими Флагами Продолжают То же самое Делать Так в чем Реальное изменение Нет реальных изменений Реальное изменение Должно наступить Сейчас Так в итоге Будут парламентские выборы Я уверен Что если мы Все захотим Конечно будет Я буду Агитировать людей Чтобы они захотели Понятно Наталья Костенко Ваш вопрос Добрый вечер После вашего Громкого И неожиданного Заявления Многие Одесские Украинские Издания Наперебой Начали называть Фамилии Тех Кто мог бы Прийти На ваш пост После того Как вы его покинете Наверняка Вы видели Эти фамилии Читали эту информацию Не видел Я вам скажу Что будет Значит Предпредитент Порошенко Решил Что Одесской область Можно управлять Точно так же Как и управлять Янукович То есть Балансируем Местных кланов Есть клан Труханова Который С которым Он связан С разными Деловыми связями Но он Этот клан Нужно Уранесить Кем можно Уранесить Кланом Урбанских Из Измаила И Они сейчас Я почти уверен Что предложат Ну там Глава клана Не глава Совета Который на самом деле Самую незначительную роль Там есть Игорь Рубанский Отец Который Был замешан В свое время Торговлю Оружием В многих Других Вещах Разные Очень темные Истории Но он Богатый Человек Он владелец Он в принципе Владелец Измаила И окрестности И он Его старший Син Это Александр Рубанский Который Пыл инициатор Письма По увольнению Сакварелити И Ну и есть Младший Которого Они там Пристроили Волксовет Так вот Обязательно Им скажут Что называйте Какого-нибудь Мария Чтобы быть Главой Администрации Чтобы были Спокоены Чтобы вы Друг другу Уравновешены Что значит Уравновешены Это означает Что все ресурсы Области Которые должны Были выделяться На деньги На здравоохранение На школу И так далее Будут поделены Между группой Труханов Доверяем Делам И между Группой Не БПП А Измаильским Кланом Урбанских Который Имеет Функцию Чтобы Каким-то образом Балансируя Клан Труханова Поддерживают Поддерживали Ну Призрачную Кажущую Власть Президента В Одесской области Так мне кажется Ольга Голодова Ваш вопрос Михаил Николаевич Добрый вечер Вы Возглавляли Одесскую область Около Одесскую областную Администрацию Одесскую областную Администрацию Почти полтора года И наверняка Переосмыслили Свою деятельность Что было Скажите За что стыдно И за что Вот можете Себя похвалить Нет Я за себя Ни за что Не могу похвалить Я сам На себя Все время Звал На самом деле Но Но Несколько вещей Было сделано Первое Во-первых Мы создали Первое Глава администрации Глава таможни Глава полиции Которые не брали взятых Не просто Зоя Казанде Кстати правильно Написала Это первая глава Администрации Там Полиции Которые не подарили Которые не подарили Квартиру Я бы очень хотел Иметь в Одессе Квартиру Ну очень Ну нет у меня К сожалению Когда-либо Когда-то Когда выйду С пенсии На политику У меня будет Может быть Потом Бизнес Уйду квартиру Но это В реально Когда будет Могу просто Фантазировать На эту тему И раскатить губу Но Значит Но На самом деле Это первое Что Первые были люди Которые не брали взятых Второе Это Потому что Когда раньше Заходил корабль 50 тысяч Сразу шли Глава администрации 50 тысяч Глава СБУ 50 тысяч Глава там может Просто Любого корабля Второе Мы все равно Пробили дорогу Одесса-Рени Которая 10 лет Тем не делалась Тут было На самом деле Два проекта Больших Это при Греневецком Сделали Одессу Киеву трассу Потому что Кучме нравился Греневецкий Он как бы Вместе с Кирпой Для него это сделали Я не очень До конца Нравился Киевским властям Но я у них Выбил через паводку Через В этом году Миллиард сто На эту дорогу На следующий Миллиард четыреста То есть Конечно не такая Как Одесса-Киев Но какая есть Она будет сделана Плюс дорогу На Килиуму Выбрали Плюс дорогу На Вилково Мы выбили И это все Будет построено И надеюсь Несмотря на то Что я ушел И Северный путь Это Северный район Это Разильянский Кодема Балта И Красный Вык Она будет соединена Это второе Чем я реально горжусь Третье Я считаю Что мы привели Очень много Молодых людей Им дали им шанс Не продавались Должность А реально Дали шанс И у нас сейчас Главы администрации Заместители главы администрации Просто один лучше другого Интереснейший Интереснейший Я вчера с ними встречался Просто Я очень горжусь Что эти люди Получили шанс жизни Хоть посмотреть Как это выглядит И конечно Их могут уволить Но зато У них это не пропадет Они знают Как правильно сделать Если они еще раз Вернутся Уже с литчаками Это очень важно И Перед местным выбором Говорят Что голосуйте За ППП Будет реформа Ну я сам должен Догадаться Что ничего Не будет Никаких реформ Мне Я недоволен Что Наш центр Обслуживание Граждан закрыли Закрыли через окон Я был на Городском центре Там это Крутая лестница Обычный Простой Ужасный совок Ну 21 века И они мне будут Рассказывать Что все хорошо На Чиньяховского Я отправил людей Ребята Регистрировать Предприятие Записывают На регистрацию Предприятие Это было Четыре дня Или пять дней Записывали Через В общем В конце января Можно было Прийти и регистрировать Хочешь быстрее Плати Естественно Они так не говорят А мы Зарегистрировали Тот же день А я хотел сделать Как в Грузии Что через За пять минут Но до этого Нужна была Другая компьютерная техника Другая программа Мы не смогли Закончить Чем я недоволен Мы не смогли Закончить Там вот центр В открытом Медопросто И мне стыдно Что этот фасад Так и остался Не закончен На Употемкинской Лестнице Потому что Потому что Деньги были выделены И администрация Порта Украла эти деньги И Президент Не обещал помочь Не помог Премьер Вмешался Но не смог И я уезжаю Так из Одессы Что фасад Морского порта Так и уродливый Остался Я доволен Я доволен тем Что я не дал Им построить То, что они хотели А они что хотели Они не принесли Кстати, когда деньги Украли Принесли проект Колхозный рынок Там, я не знаю В 70-х годах Это должно было быть Самым главным Месте Одессы Я это не допустил Но Будьте осторожны Что сейчас Они это не сделали Поэтому Потому что там Очень красивый Красивый проект был Поэтому есть И мне очень стыдно Что я не стыдно Я очень доволен Что я не смог Предотвратить Разрушение Дачи Докса И многих других Памятников Что мы так и не смогли Реанимировать до конца Дом Руссова Не могли справиться С Тарпаном Хотя мои рычаги Достаточно ограничены В этом вопросе Так что много-много Других вопросов О чем мы говорим Знаете Очень сложно Коррупция Которая есть И тут Вот, например Онкологический диспансер Этот, как его Я пришел туда Длинные очереди Паркет сломан И так тяжелая боль Люди приходят В последний момент Заходят люди Им сразу говорят У вас рак У многих может не быть рака Но они почему им говорят Потому что выписывают лекарства сразу А государство не покрывает Говорят Хочешь лекарства Вот эти лекарства Соседние аптеки Я нашел У них нет элементарной аппаратуры вообще Я нашел каких-то известных Американских профессоров Одного я это хорошо Знал большими происхождениями В Грузии Он привез там Какого-то Тоже семейно известного Европейского профессора И они подарили аппаратуру Для лабароскопических операций Позавчера они приехали Оперировать Чтобы помочь Оперировать на эту аппаратуру Читаю вдруг Читаем в интернете Глава этого диспансера Говорит Это жулики Они хотят Чтобы нам Сучить какую-то аппаратуру На много миллионов долларов Я этого не допущу Откуда эти уроды Берутся Эти чуть не обомлели Они приехали По всему миру И сделать эти Благотворительные операции Я их уговорил Чтобы они подарили Правда Это Ну у них элементарных аппаратов Не было Это Многие операции Без них нельзя делать Приезжают И им в лицо говорят Вы тут это самое Нафиг мы нам не нужны А все очень просто У него этого Главврача Он посылает людей На обследование Через улицу Частный там Это самое Частный Диагностический центр На Ситискэн На какие-то процедуры Естественно Он оттуда имеет откат Зачем ему Новая аппаратура Которая будет бесплатная Зачем ему там Государственное финансирование Он для себя Так финансирует И все через И столько таких Несправедливостей Я тут думал Я это видел Я не смог Ничему этому помочь Потому что Вчера Позавчера Это была Моя ставка Я уже мало что Мог сказать Но Но я сказал Вот Вот конкретно Вот очередное Мое поражение Вот Как я могу помочь Тем людям Которых я бедных Видел в этих Длинных очередях Или хотя бы Этим хорошим людям Которые хотели помочь А им просто В лицо плюнули Какой-то Зарвавшийся Просто Наглый Коррумпированный Глава Этого диспансера Который просто На Несчастье Трагедии Людей Зарабатывает Набивает себе карман Из таких Сколько Сколько И в области По Украине Кристина Кристина Ямченко Ваш вопрос Здравствуйте Михаил Николозович Я хотела бы Вернуться К разговору О дороге Одесса Рене Вот Вы покидаете Одесскую область А ремонт Дороги Еще не завершен Можете ли вы Пообещать Я вам скажу 88 километров Будет сделано В этом году Из 230 Но там Плохих То есть Там надо Делать Где-то Еще Километров 90 Совсем Уже Но это 88 Это Самые Плохие Участки Это Участки Где не Просто Волнистая Штука А где Просто Машины Разбивались Каждый раз На ремонт Это Эти 88 Машины Больше Разбиваться Не будут Еще Есть Километров 90 Где Есть Волнистая Штука Где На это Тоже Заложенный Бюджет Предварительно Сейчас 1,4 млрд Эти День Который Сейчас Мы Превратили Одесскую область В лидера По освоению Дорог Я был Тут Глава Украфтодора Поляк И я с ним Говорил Он Мне показывает Бюджет Бюджет Заложен Конечно Я бы хотел Это Проконтролировать Но я же не могу Когда Заместитель Неназначают Но эта Дорога Будет Закончена Я вам Я твердо Обещаю Более того Когда мы Сменим Власть В Украине Мы построим Автобан на Бухарест Это мой Твердый Проект Паратистской Области Нам нужен Автобан Нам нужен Через Несовский Лиман Мост Сейчас Румынии Строят На деньги Евросоюза Мост Прямо Через Дунай Сюда Чтобы не Через Молдову Ездить Я пробил Другой Проект Это В обход Железная Дорога В обход То есть Не через Приднестровье А через Одесскую Область Которая Ускорит Передвижение Грузовых Товаров В сторону Измаила И линии Это очень важно Кстати Опять спустили Аэропорт На линии Когда мы Говорим Про инфраструктуру Этот Аэропорт Терминал Все-таки Был Закончен Он Закончен И вот Там Печать Сваевый Большая яма Была И вообще Не собираюсь Никуда Двигаться Я не знаю Какими Там Полушантажом Укриками Там Разными вещами Я заставил Их Его построить Я выбрал Деньги на полосу Это сейчас Никто не заметит Это деньги есть Полоса Премьер-министр Должен был приехать В середине ноября Открывать Стоит Полосы Но без меня тоже Приедет Потому что Деньги есть Его же обратно Не заберут У Одесской Сейчас полосу Когда садишься Как картофельное Перепаханное поле Значит Мы добились того Что билеты Стали дешевле Конечно Это не те авиакомпании Которые там Должны летать Но Конечно Эти пропелленные Чуть-чуть неудобны Я обожаю Я сам обожаю их Но Это конечно Чуть-чуть античная техника В 21 веке Это чуть-чуть неудобно Но зато дешевле Есть На Браво Например Можно купить билеты За 499 гривен Если заранее заказывать Я например Пару раз так летал За 499 Но это за неделю По-моему Надо покупать Так что Что-то двинулось Я считаю Что К следующему лету Этот терминал откроется Полоса Полоса Еще понадобится Полтора года Потому что Это новая полоса Я пробовал новую полосу Но почему она важна Потому что Как только будет новая полоса Сюда пойдут лоукост Сюда поедет Райнер Сюда поедет Визер Они не идут Из-за того Что плохая полоса У них Будут более высокие Стандарты безопасности То есть они Не могут рисковать Но зато мы привезли Обратно в этом году Луфтхазу Мы первые привезли Три или четыре Новых авиакомпаний Европейских Но о чем я говорю Одесса будет принимать Одесский аэропорт Сейчас единственный Аэропорт в Украине Где был серьезный Рост Паша жиропотока Но Одесса В принципе Будет принимать Вот помните Мое слово Где-то через Кода Шесть Через Пять Через Четыре-пять лет Где-то Минимум Три-четыре-пять Миллионов Богатых Иностранных Туристов Сейчас Приезжают Несколько миллионов Украинцев В этом году Приехали На миллион Больше Чем На Прошлом году Но конечно Они тратят Гораздо Меньше Но для этого Нам нужно Пробить Егорный Бизнес Обязательно Не может В Одессе Не быть Егорным Бизнес Это полная Чушь И мы Должны Татар-Бунарское Побережье Развить У нас 45 Почти 50 километров Дальше Вот Сергеевки Абсолютно Снова Сшибаться Слава Богу Что их Пока Не раздеребан По простой причине Что туда Нет дороги Я думаю Что Украине Власть Сменится Быстрее Чем туда Построить Дорогу Вот Когда будет Нормально Правительство Киева Надо строить Дорогу И развивать Тогда будет Это побережье Туда будет Много миллионов Оттуда будет Дорога до Одессы Просто Это будет Дейтур Вилка В будущем году Уже будет Дорога Дейтур То есть Тут есть Было В Болгарии Есть золотые пески Во-первых Наши пляжи Когда я покажу Фотографии Вот этого Татар-Бунарского Побережья Косые Никто не может Поверить Я не говорю Это Таиланд Это там Карибский Абсолютно Фантастика Голубая вода И 4 месяца Минимум сезона Это раз Во-вторых Когда я покажу Об этом И когда говорю Что Нужно развивать То есть Турист В первую очередь Нужно Чтобы это Собрать У всех советов Потому что Все советы Его развербанят На даче Там Себя И там Других И Я кстати Не смог Довести До конца Кижановке Там есть Вот это Не Кижановке Вообще В Коментариновском районе Повышем Есть вот Целая полоса Нелегальных застройок Их надо сносить Почти До конца Вели это судебное дело И нам все время мешали И Поэтому Будет Позреваться Это побережье И когда я говорю Про ванну У них есть ванна И золотые пески Ну где Город Ванна И где Одесса Ну вообще Небо и земля Ты туда ездишь На золотые пески А то Некуда выезжать Там это Бурга Салбена Там золотые пески И еще И некуда идти Здесь Ты приезжаешь На этот пляж И ты садишь На машину Через полчаса Час Полтора Макс Ты в одном Из самых Интересных городов мира Это такой потенциал Посмотреть на карту Одесса Так расположена Вверх Это крупнейший Транс Это чисто Пол пути Между большим Западным направлением И остальным миром У вас Всей Азии Африка И севера Просто надо Использовать Этот потенциал А мы сидим Мелкие шклоки Там Этот клан Тот клан Там Каухман ему что-то сказал Там Труханов что-то ответил Там Это Если будет Государственная политика Тут будет взрыв Просто Инвестиций И доходов Для всех Для всех И каждый Одессит Будет Во много раз Богаче И одесситы Которые уехали Вернутся Они Как молодежь Сейчас опять Продолжают уезжать У нас до конца эфира Остается 5 минут Поэтому я предлагаю вам Один вопрос еще из социальных сетей И последний вопрос С трибуны Итак Не считаете ли вы Что ваша оппозиционная деятельность Может дестабилизировать ситуацию в Украине И играть только на руку Путину Я думаю что Путин на руку будет играть Бардак и беспредел Который есть сейчас в Украине Ничего так не играет ему на руку Как это И Украина победит в этой войне Когда проведет быстрые реформы И наведет порядок Сразу победит Украинские солдаты сделали чудо Они сдержали врага на фронте Ни одна другая армия в мире Не смогла бы это сделать Но Сейчас надо побеждать А как побеждать? Только Наведением порядка Быстрым развитием Тогда мы победим Вот и все Ну и последний вопрос Анастасия Кожушков Михаил Николаевич Скажите Кого вы видите На посту Главы Одесской ОГА? О Я думаю Что Одесская ОГА Если честно Надо упразднять Так же как любая ОГА В Украине Ничем полезным Эти ОГА не занимаются Когда Это не сейчас Только считаю Когда я приехал И узнал Чем мы занимаемся Я понял А какого черта Вообще оно нужно Администрация устроена так Что ничего полезного Они не могут делать А испортить ситуацию Все могут Помешать Все могут Пожалуйста И то о чем я рассказывал Дорога Там Таможня Полиция Это же не функция ОГА Я просто выдумывал себя Синкты Центр обслуживания граждан Там Хатынка Там Ошлюбание Причем тут ОГА вообще А функция ОГА в чем? Проверка Проверка Пойдем проверим Рестеран Пойдем проверим Там Предприятие И сядем в долю Я Когда Я Значально Я не понял То есть Когда я приехал Мне говорят О губернатор Везде делает деньги Я говорю За счет чего? За счет чего? Ага За счет того Чтобы оставили людей покоя Так может они Оставят такое Бесплатно людей И эти ОГА Не нужны И нужно просто Хорошие Часть функций Надо забрать Центрально Киев Ну вот например Центр Центральные здания Одессы При такой городской администрации Лучше чтобы забрало Правительство Киев С другой стороны Все остальные места Нужно делегировать Местных властям И иметь большой контроль Людей на этих местах властей А централизированно Контролировать то Что местные власти Не крали И все очень просто Вот эта модель А при чем тут ОГА Это пятое колесо И так сломанное Механизм государственного управления Я в этом совершенно убежал Мы сократили количество Работы Два раза Это жалко Жалко Знаете Я недавно был На каком-то мероприятии Там такой пожилой мужчина Мне сказал Меня сократили Когда вы сократили Количество работы Два раза Я тут иногда Подрабатываю Чтобы не умереть с голоду Раз в три дня Ночным сторожем Ну жалко Очень жалко Но если честно Когда сократили Два раза Количество людей То от этого Работа только улучшилась Еще если сократили Еще два раза Ничего плохого не произошло А если вообще Праздник Вообще ничего плохого не произошло Наоборот Будут Тицы щепетать И будет солнце светить И все будет хорошо Возьму на себя смело Задать еще один вопрос Потому что очень просят Наши зрители Михаил Николозович Вы не один год Дружите с Петром Порошенко Сейчас у вас отношения Довольно натянуты Но возможно ли То что вы все-таки Помиритесь Знаете Я Мне намного Естественно Больше нравится Порошенко Чем Янукович Намного По-человечески Я думаю У него лучшее качество И все Для обычного Украинца Абсолютно все равно При Порошенко У него плохо Или при Януковиче Все мы Меримся Результатами нашей работы Или отсутствием Результатов И к сожалению В результате Второго Майдана Ничего не поменялось И это факт жизни И на этот факт жизни Все мы должны отвечать В том числе Конечно президент И тут не надо Из этого драмы делать Из этой драмы делать Я не собираюсь Его там В общем На самом деле Если честно У меня абсолютно Теплое чувство При всем Надо эти вещи Разграничивать Но Ты мне друг Платон мне друг Но истина дороже Вот и вся история Эта история Она вечная Истинно дороже Истинно дороже Чем любые Давние отношения Потому что Кумовство Эту страну Кубило И будет губить Поэтому надо От него избавляться Спасибо вам большое За то что Уделили нам столько времени И мы успели Задать вам столько вопрос Может сейчас Я вам буду задавать Следующий час вопрос На операционную Спасибо вам Я понимаю Спасибо большое Что пригласили Я напомню Это была программа Вечер на седьмом В таком расширенном формате Спасибо что были с нами Суп Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому